Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас видео топ худших продуктов Фаберлик. Итак, давайте начинать. Знаете, вот думала и 10 продуктов не наберу в этом году, потому что как-то сильно круто начал меняться Фаберлик, улучшать формулы, средства и так далее, но полистав в каталог все-таки у меня собралась подборка из 18 пунктов. Это те средства, которые я не куплю в Фаберлик абсолютно точно, но мнение может быть неоднозначным у вас, потому что что-то кому-то подходит, что-то нет. Первый продукт это мицеллярная вода Биомик. Очень много было споров по поводу этой линейки, когда ее только выпустили, и мы с вами брали несколько позиций на затест, и мицеллярная вода многих поверла в ужас. Вроде бы ее потом перевыпустили, как-то обновили формулу, но тем не менее многие девчонки со мной соглашаются, что она жутко щиплет глаза, и такое ощущение, что можно просто ослепнуть. Я терпеть не могу такие мицеллярки, но зачем, когда есть продукты комфортные, продукты, которые деликатно и очень эффективно удаляют макияж. Я вам картиночки с артикулами буду вот здесь вот сбоку оставлять, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это самая жуткая мицеллярная вода, которую я когда-либо пробовала. От нее так щиплет глаза, от нее краснеет реально кожа. Есть видео, где мы с вами ее вместе тестировали. Действительно идет раздражение по всему лицу. Невозможно удалять макияж с глаз просто, и даже просто с кожи, потому что появляется раздражение, сжение, щиплет. В общем, она очень некомфортная. После перевыпуска я не стала ее брать, но все равно до сих пор мне девчонки многие пишут, что да, это очень некомфортная мицеллярная вода, а кто-то от нее в восторге. Опять же, вода кому как. Крем с моментальным осветляющим эффектом. Мы с вами вместе его тестировали. Тоже я так и не смогла с ним подружиться, хотя многие девчонки писали, что используют его как тональный крем вместо тонального крема. Легкий и плотный такой слой. Действительно, легкий и плотный, но потому что он плотный, он очень плотный. Даже если вы возьмете граммулечку, я все равно ощущаю на лице этот продукт как маску. Хочется побыстрее смыть. Он ощущается, он неприятно, он вызывает парниковый эффект. Мне кажется, он и поры закупоривает. Я не стала сильно экспериментировать, потому что не подружилась, но пробовала в нескольких апостасях его применять. Нет, нет и нет. Очень плотная текстура. Такое ощущение, что крем перемешан с цинковой пастой, за счет которой лицо высветляется, выбеляется. Оно действительно становится светлее. Пятна пигментные нет, не поможет. Убрать возможность делает немножечко светлее, но не поможет. Там два крема в этой линейке, оба они очень тяжелые, не понравились, никогда больше не повторю. До сих пор один из них стоит, и вот что-то надо с ним делать, уже по ходу дела выкидывать и отправлять в пустые баночки. Ночная маска желе Биоглоу. Не подружилась абсолютно, рассказывала вам уже в пустых баночках почему. Для меня это тяжелый продукт, хотя у меня комбинированная кожа. Но как ночная маска, он не закупоривал поры, а вылезали прыщики. Ощущалась на лице, ощущение неисприятных тоже хотелось смыть. Хотя многим, опять же, этот продукт подходит. Здесь все индивидуально. Мне не понравилось, я добила на зону декольте, но даже на зоне декольте и шеи, у меня после этой ночной маски появлялись прыщики. Кое-как доиспользовала, тяжеловато оказалось, хотя там витамин С. Не знаю, чем они ее так утяжелили, что она настолько вызывает дискомфорт, да, и закупор-купор. В общем, продукты не понравилось, хотя в целом вся линейка, все другие средства вообще офигенные, классные, подошли. Но вот эта ночная маска желе нет, нет и нет. С серией Блум Фаберлик я не подружилась от слова совсем. Я брала линейку 35+, еще в прошлом, мне кажется, году или в начале этого, когда она только появилась. На Затес несколько продуктов мы с вами брали и совсем не подошла. Вода водой. Причем брала на лето, использовала летом. Ночной крем, дневной крем и крем для кожи вокруг глаз. И что-то еще, по-моему, у нас там было. Нет, три средства мы с вами брали. Вообще никак. Вот вода и вода. Даже легкого увлажнения не почувствовала. Кроме вот этого вот запаха жасмина, который достаточно сильно бьет в нос, абсолютно ничего. Вот просто ничего. Возможно, если взять там линейку 45+, 50+, да. На тот момент мне было 33-34 года и как бы 35+, ну вот как бы самое, но да, хотя бы увлажнять. В этом возрасте уже средства для лица должны. У меня нет, не сложилось никакого впечатления положительного, только отрицательного от этой линейки. Поэтому из нее я тоже больше брать ничего не буду. CC-крем Вербена. Это полное мое разочарование в этой линейке, хотя в целом она мне очень нравится, особенно мицеллярная вода. Но CC-крем это какой-то ужас, девчонки. Брала его, тестировала как могла и чуть-чуть наносила и побольше. Это абсолютно желто-рыжая такая масса, полуводянистая, то есть не кремовая, даже какая-то водянистая. Когда вы наносите этот CC-крем на лицо, он ложится пятнами, он не ложится ровно. Как вы его не растягиваете, чем вы его не наносите, и он желтит. Рыжий, желтый вот этот оттенок вашего лица, никакого выравнивания, только вот вот просто можно испортить им лицо. Поэтому тоже он у меня где-то до сих пор стоит, нужно его выкидывать. Применение ему так и не нашла, пробовала и так, и сяк, и через косяк, как говорится. Нет, вообще провальный, мне кажется, продукт. Тканевые маски, девчонки. Что прошлая версия, что сейчас обновленная, не нравится вообще ни одна. Ничего они с лицом не делают, не увлажняют, не ухаживают, никак не выравнивают цвет лица, не освежают. По мне, у меня наоборот, цвет лица стал после масок, пробовала несколько штук, вот с витамином С, думала, зайдет. Очень люблю косметику с витамином С, но даже этот продукт, эта маска с витамином С, как-то изуродовала мне лицо. То оно после тканевой маски стало пятнами, неравномерный, неровный тон, то есть, ну, вообще, абсолютно противоположный эффект, который должен быть от нормальной тканевой маски. Ни для чего у нас и существует, как бы цена у них небюджетная. То есть, это вот на тот случай, там, на выход увлажнить лицо, выровнять тон, освежить его, да, потом нанести косметику, макияж, все, и пойти там в люди, в пир и в мир. Нет, тканевые маски Фаберлик ни с одной девчонки не подружилась, не нравятся вообще. Мусс для интимной гигиены. Мне очень нравится обычное средство из этой линейки Эксперт, да, которая такая полугелевая. А вот мусс вообще не зашел, не подошел, хотя вроде как бы они из одной серии, но тем не менее. Это средство я использую на постоянной основе гелевая, да, а мусс вызывает сухость и раздражение. Причем практически после первого применения, не знаю за счет чего, что они туда добавили, сухость, раздражение, дискомфорт. Поэтому с муссом совершенно не сложились у нас отношения. Покупать тоже его больше никогда не буду. Пасты-нуки, это вообще отдельная история. Они не только не очищают как следует, да, несколько паст я брала, но и после них налет еще больше, особенно после пасты с ананасом. Зубы прям желтые. То есть они не очищают эмаль от налета, они предохраняют ее от появления его в течение дня. Вообще не отвечают своим заявленным функциям. Пасты отвратительные. Опять же для меня. Паста это тоже очень индивидуально. Пасту нужно подбирать так. Вы с утра почистили зубы и в течение дня до ночи у вас не появляется налет на эмали. Да, языком проводим по эмали. Налет не появился, значит это ваша паста, она подходит. То есть она не только выполняет функцию у нас разового очищения, она и в течение дня должна предохранять наши зубки от появления налета. Вот от ноги все противоположно у меня, по крайней мере. То есть даже после очистки зубов зубы как-то выглядят еще желтее и хуже. С пастами Эксперт тоже отдельная история. Здесь любая паста вызывает у меня повышение чувствительности эмали. Любая, будь то 200+, будь то паста для чувствительных зубов с прополисом, какие только я не брала. У меня даже, может быть это совпадение, но около полутора лет назад появился первый раз в жизни кариес, пришлось лечить зуб. Именно когда вот я на постоянной основе пользовалась этими пастами. Очень сильно повышает чувствительность зубов, потом невозможно ни холодненького, ни горячего, ничего выпить. Я уже молчу про то, чтобы съесть сладкое. В общем, жизнь превращается в каторгу. Поэтому тоже для меня ни одна паста Фаберлик не подошла. Полное разочарование. Силиконовые щетки для чистки зубов Фаберлик, я вам много раз уже про них рассказывала. Давно не освежала эту информацию в вашей памяти, скажем так. Здесь тоже взяла по многочисленным положительным отзывам, вроде как очень хорошо очищает, многие нахваливали. И заметила на третий день где-то использование на небе, на верхнем, на нижнем, на внутренней поверхности щек появлялись как такие, как ранки, как раздражение что ли. Не стоматит, конечно, но практически близко к этому раздражение. То есть это скорее всего как определенный вид какой-то аллергической реакции именно на этот силикон. Я так подозреваю, да, и пользоваться ей просто стало невозможно. Девчонки некоторые писали, что у них то же самое. Они сначала даже не связывали это с силиконными щетками, потом проводили эксперименты. Да, действительно, у многих такая реакция есть. То есть, опять же, кто-то от них в восторге, кому-то они подходят. Да, они, кстати, хорошо очищают все. Но то, что потом творится во рту, не дай бог, никому ни за что. Бальзамы для губ перепробовала все, наверное, которые есть в Фаберлик, и оттеночные, и неоттеночные. И любой бальзам для губ сушил по факту губы еще хуже. Я не знаю, почему так происходит. В составы я не вдавалась, я не любитель этого дела, вы знаете. Но по факту, когда губы зимой, особенно сейчас в период отопления и холодов, и так и сушены, после применения этого бальзама становится еще хуже. Ни один не подошел. Даже девчонки мне советовали бальзам похудей, говорят, он самая питательная, здорово питает. Вот стоит у меня сейчас наверху на полочке. Тоже нет. Нет, нет и нет. Вот я уже поняла, лучше детского крема нет ничего, который вот этот с кошками, с собаками, плотным слоем на губки наносишь, потом поскрабировать можно, потом опять нанести и все, и персик, и красота. Бальзамы по факту впитываются в губы, и потом они становятся еще суше. Я не понимаю, почему так происходит, но я перепробовала все, и этот вывод у меня уже давно сложился. Бальзам от Фаберлик я больше не беру. Шампунь Эксперт. Абсолютно все из этой вот цветной линейки, кроме черного, который с углем. Он потрясающий, он крутой, он здорово очищает волосы, все в нем супер. Для тех, у кого жирная кожа головы, прям вот советую. Один-два раза в неделю мыть им волосы. Все остальные вызывают жуткий зуд. Появление перхоти, ну не перхоти, конечно, перхоти, это у нас заболевание с вами, мы должны различать эти понятия, а шелушение кожи головы, то есть за счет зуда кожа шелушится, и вот это вот все осыпается, вот этот белый снег. Шелушение, дикий зуд после первого же применения. Брала и для объема, брала и с амлой. Брала для окрашенных волос, когда была блондинка, возлагала на него такие надежды, говорили, что он очень круто восстанавливает волосики. Вот эта серия вся вместе с бальзамчиком. Тоже первое применение, все, дикий зуд кожи головы. Не знаю, что туда тоже добавляют, но шампунь серии Эксперт я больше не беру и брать никогда не буду. Многие девчонки, кстати, со мной согласились, что да, вот от этой линейки сильнейший зуд кожи головы. Шампунь, но здесь эксперименты проводили уже на мужа. Я брала и себе розовую линейку, и мужу мужскую от перхоти, да. Мне не понравилось вообще, потому что бальзам не грамма не увлажняет, шампунь запутывает. А мужу брали от перхоти, потому что действительно была перхоть. Помогло другое средство Фоберлик, но об этом в другом видео, да. А вот этот шампунь мужской, ноус ноу, да, который от перхоти, он вызвал еще большую перхоть. У него такое началось с кожи головы, это просто какой-то мрак. Я думаю, ну как-то, опять же, кому-то они подходят, кто-то их любит, помогают, у кого-то еще хуже. Вот у нас была обратная реакция, он сказал, выкинь, никогда мне больше его не покупай, потому что это полный капец. Лак для волос, собственно говоря, так же, как и мусс, про сухой шампунь ничего говорить не буду, я им не пользуюсь, поэтому не брала и Фоберликовский. Лак для волос отвратительнейший, причем он заявлен у нас как лак для волос с сильной фиксацией. Вот хотя бы в этом не врали бы, да. Там никакой абсолютно сильной фиксации нет. Он может подойти девочкам с тонкими волосиками, жиденькими, более-менее. И то, ничего он не фиксирует, ничего он не держит. Я, допустим, пользуюсь лаком для волос для чего? Для того, чтобы создать объем прикорневой. То есть распределяю по прядкам, прядку подняла, фобшикала, волосики опустила, все прикорневой объем на месте, все держится, все хорошо. С этим лаком не прокатит. С этим лаком ничего не прокатит. Я его пробовала по-разному. Мне кажется, он у меня так и стоит, уже второй год надо выкидывать, потому что вообще никакой. Такое ощущение, что просто воздухом на волосы попшикала, никакой фиксации, ничего. Никогда не буду брать и не советую. Детская линейка, кошка, малина. Здесь речь пойдет о шампуне. Шампунь брала для дочери. Мы использовали его как шампунь, иногда как пену для ванны. Ну, как бы, какая разница, да? И он вызвал жуткую аллергию. Он такой ярко-красный, может быть, на красителе, не знаю на что. У ребенка по телу были огромные красные пятна просто после ванны. Это какой-то капец. Они, конечно, потом проходили, и слава богу, без применения всяких медикаментозных средств. Но, тем не менее, аллергия жуткая, поэтому вот линейка технокитс нам подходит идеально. А вот кошка, малина, шампунь, вот такое вот жуткое раздражение девчонки вызывало. Имейте в виду, у кого дети аллергики. Спрей пятновыводитель. В принципе, как и жидкий пятновыводитель не понравился. Мне вот только сухой нравится. Ну, и, конечно же, карандаш. Карандаш пятновыводитель у нас любое пятно выведет. Даже десятилетнее пятно вывело, и мы с вами как-то экспериментировали. А вот со спреем вообще не подружилась вообще никак. Ни одно пятно, даже свежее, он мне абсолютно не выводит. Я не знаю, от чего это зависит, потому что у него тоже просто миллионы поклонников. Его многие девочки обожают, хвалят и так далее. Мне не одно пятно. Даже свежее я пробовала. Мы вместе с вами тоже у нас было где-то видео давным-давно, экспериментировали. Ничего он не выводит абсолютно. Поэтому вот к пятновыводителям жидким, то есть спрей и жидкий, фаберлик, я не вернусь. Серия про ноги, про руки. Не нравится ни один продукт из этой линейки, нет питания, легкое увлажнение. И то ни один, ни один продукт не могу похвалить. Перепробовала абсолютно все. Девчонки советовали с маслом оливы и так далее. Нет. Для сухой кожи рук вообще и для сухой кожи ног серия про руки и про ноги мимо. Особенно охлаждающий крем для ног. Как-то я его по отзывам взяла аж в запас себе несколько штук и он вообще не охлаждает. Крайней мере у меня так. Венотоник, да, он работает, это я чувствую. А охлаждающий крем из серии про ноги вообще не работает. То есть ни одной из своих заявленных функций он не отвечает, он не снимает усталость, он не охлаждает вообще никакой. Поэтому вот эти две линейки тоже всегда мимо меня, никогда не возьму их больше. И последний, девчонки, продукт это карандаш для бровей, классический вот этот вот. Брала его несколько раз, брала себе, заказывали знакомые, никто не смог с ним подружиться, хотя опять же у него много поклонников, может от партии зависит. Но мы с вами прям вместе делали сводчи на руке, пытались им накрасить брови, и он только полосит и кусками вот так вот налипает. Даже сводч, когда пытались сделать, была просто плеш, плеш, проплешины, просто проплешины, и кусочки карандаша вот так вот, и все, больше ничего. Поэтому вот этот карандаш, конечно, я тоже не могу рекомендовать, хотя многие его любят опять же, но возможно от партии. Фаберлик такое бывает частенько, что от партии завоза, да, товаров иногда зависит качество определенных продуктов. Бывает, грешит этим Фаберлик, не знаю с чем это связано, но такое действительно бывает, многие девчонки замечали. Так, сюда бы еще хотела отнести такие общие понятия, как одежда Фаберлик и парфюмерия Фаберлик, да. Я всегда вам говорила, что не дружу с парфюмерией Фаберлик, мне она не нравится, она не стойкая. Многие девчонки называют бабушкины, да, там какая-то еще, там что-то такое вот, но на самом деле есть парфюмы достойные Фаберлик. Многие девочки уже меня просили сделать обзор на парфюмы Фаберлик, парфюмы Эйвен, какие нравятся, какие не нравятся. Я вам обязательно такое видео подготовлю, расскажу. Но в целом и общем своем, мне не нравится парфюмерия Фаберлик, есть несколько всего ароматов, которые более-менее носибельны и немножечко хотя бы цепляют. А по большей части нет, не подружилась, мало достойных. Последние новинки, а вот да, интересные там выпускают компании, действительно интересные, там совместно с парфюмерами известными, поэтому возможно что-то как-то изменилось, да, и будет меняться в лучшую сторону. В этом году было очень мало парфюмерных новинок, надеюсь, в следующий год нас порадуют какими-то интересными ароматами, очень хотелось бы, потому что последние новинки действительно достойные. И одежда, одежда то же самое, только в этом году появилась линейка, на которую я положила глаз. Это спортивная линейка, да, спортивные костюмчики, свитшотики, брючки, треники. Да, я обязательно буду брать себе к весне какой-нибудь из костюмчиков, 100%, хотя я сейчас зимой, думаю, что он будет лежать, обязательно к весне себе какой-нибудь костюм возьму. А все, что до платья, коллекции, они, еще знаете, от чего зависит, девчонки, модели? Отвратительные модели в каталогах Фаберлик, я не знаю, зачем они это делают. Есть девочки, блогеры, которые обозревают одежду, очень часто берут прям новые коллекции все, вот, и девочки симпатичные, красивые, и вот смотришь и думаешь, блин, а вещь-то классная, почему я в каталоге на нее внимания не обратила? В каталоге такие отвратительные модели, они любую вещь испортят, просто. Потом наставник мой, она тоже часто берет себе одежду Фаберлик, и мама ее, и она мне присылает фоточки, мы с ней делали обзор, и вот тоже присылают, блин, какая классная куртка, слушаю, я ее в каталоге не видела. Да нет, говорит, есть на такой-то странице, открываешь страницу, там эта куртка так отвратно смотрится, просто, я не знаю, вот, может быть, в обратную связь по этому поводу тоже написать. Вроде компания Фаберлик сейчас очень прислушивается к своим консультантам, и старается всегда идти навстречу, это ценно на самом деле, и поэтому многое зависит от модели, но в целом, в целом, одежда вообще вот прям мимо, только вот последние спортивные костюмчики, потому что люблю сейчас именно в них щеголять, даже зимой это удобно, а больше даже выбрать не из чего. Ну вот и все, мои хорошие, вот такое видео у нас с вами получилось, надеюсь, что эта информация была вам полезна, и видео было вам интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много интересного, в том числе будет видео и о фаворитах, Фаберлик, скорее всего, оно выйдет в следующем. Обязательно оставляйте комментарии, пишите, что из этих продуктов вам понравилось, либо не понравилось, может быть, есть у вас еще какие-то продукты, которые я не назвала, которые прям вызвали у вас негатив, будет интересно очень послушать ваше мнение. Всех люблю, целую, всем пока-пока, ну и, конечно, новогоднего настроения. Скоро Новый год!